Коллеги, пожалуйста, основатель сервера Халяль Гайд, Касимов Айрат, это по 5 про цифровизацию, это для нас очень важно, потому что уже никто желтые страницы давно не видел, все уже на ладонник залезают и ищут услуги уже в телефоне в собственном. Ассаляму алейкум, арахмалайху алейкум, уважаемые участники Круглого Стола, добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы поблагодарить Сергея Евгеньевича за просто отличную презентацию, приземленную на действительность уже этой развития индустрии туризма и как это развивается в Республике Татарстан. Также отдельно хотел поблагодарить Максима Александровича и Марата Ринатовича за то, что проделано за эти годы, потому что сам был участником, сам организовывал, был участником среди организаторов Казанфорума в 2019 году и вижу, как индустрия развивается и то, что сейчас проделано с точки зрения аккредитации продукции и развития туризма, то есть это действительно то, что результат работы определенный. Наш проект называется «Халяль Гайд». Этому сервису уже на сегодняшний день 13 лет. Мы начинали в 2011, когда о халяле еще не говорили, когда мы в Москве ели всю одну курицу, которая называлась «Дукс» из Франции, которая была в матрасном цвете, где всего 4 мечети, где туристы приезжали и не могли найти мечеть, и тогда была идея создания такого сервиса в 2011 году. На сегодняшний день нашим сервисом пользуются уже от миллиона до полутора миллионов пользователей, то есть в основе это СНГ, хотя наличие базы точек – это кафе, рестораны, мечети, магазины одежды, салоны красоты, в том числе отели, насчитывают уже 150 стран, из которых 120 – это активные. Это страны, где мы присутствуем больше всего, где наши основные пользователи на сегодняшний день. Есть определенные страны, которые мы видим по приоритизации нахождения наших пользователей. И в 2019 году по поручению президента на данный момент Раиса Республики Тарстан Рустаму Нуркалевичу было поручение о создании дорожной карты «Халяль лайфстайл», которую я написал в 2018 году, которая состояла из 60 пунктов о том, как должна развиваться халяль индустрия и халяльный образ жизни в Республике Тарстан. И на сегодняшний день я прекрасно вижу, как это все развивается. Медицинский туризм появляется в сфере халяль, как отели появляются, как аккредитация проходится, как признаются продукции на сегодняшний день и в других странах мира. И это меня прям очень сильно радует, то, что то, о чем я говорил где-то 10 лет назад, может, или 5 лет назад составлялось и было в документах, на сегодняшний день уже доступно для пользователей. На сегодняшний день, что мы из себя представляем, это экосистема «Халяль», в которой пользователь не только находит заведение, где может покушать, поесть, но также заказать доставку, найти место работы, изучить продукцию, которая имеет сертификацию «Халяль». А также мы в этом году нашли проблему, что есть продукции, которые, к сожалению, содержат запрещенные элементы, такие как, например, кармин, сычук, который для некоторых масхабов, например, запрещен, так как в Татарстане, например. И люди, к сожалению, это не знают. В свою очередь я, например, составлял план развития вообще любого региона с точки зрения развития общества. И первые этапы — это продукты, питание, то, что человек кушает, в этом начало всего «Халяль». Где он учится намаз читать, например. И последняя стадия — это исламские финансы. И туризм находится посередине. И на сегодняшний день я рад видеть в том, что республика Татарстана, я всегда ставлю в пример, что она дошла до верхней стадии, тем более учитывая, что это принято называть «non-muslims countries». То есть не мусульманская страна с таким глубоким проникновением исламских финансов и других исламских сфер деятельности. Я думаю, что это одна из заслуг этого форума, Казан-форум, который длится уже, не первый год уже работает. И такие результаты, я думаю, видят и в других странах. Также у нас есть благотворительные фонды, которые мы собираем средства. То есть мы на сегодняшний день создали площадку, на которой миллионы мусульман уже умеют тратить деньги. Который, правильно, модератор ответил, сказал, заметил о том, что важно иметь доверие пользователей. И в свою очередь мы это также делаем через сертификаты халяль. Мы отображаем всю информацию, когда сертификат получен, до какого он получен, какой центр сертификации получил. И основная проблема, наверное, сегодняшний день, которой мы, собственно, и занимаемся, это объединением всей информации по всему миру. Не секрет, что на сегодняшний день не один комитет халяль работает на территории России, а их много. И мы, в свою очередь, объединяем это и показываем всю информацию. Что касается базы, мы вначале начали о сертификации отелей, но важно, и там заметили, что важна безопасность. На сегодняшний день мусульманин, путешествуя в простые отели, может легко там остановиться, пить воду, как вот все. Я летел сюда на аэрофлоте, не заказал заранее халяльное питание, но ел мюсли, пил воду, то есть спокойно долетел, то есть меня никто не убил там и так далее. Это безопасность в этом плане не первостепенная причина, почему мусульманин выбирает халяльный отель. Отель, если он будет соответствовать нормам халяль, если там будет отдельный бассейн, к сожалению, отелей, которые имеют отдельный бассейн, их очень мало. Если там будет лежать халяльный коврик просто, это будет более чем достаточно. Куда более важно наличие ресторанов, кафе в этом городе, халяльных комнат по всему городу, ведь турист приезжает не в отель жить, он приезжает смотреть город. Если он идет, например, ближе к Кремлю, понятно, здесь может зайти в Кулшариф, намаз почитать. Если на Красной площади, может рядом есть какие-то молельные комнаты, которые отображены на вашем справочнике, и он может спокойно после экскурсии совершить свой обряд обязательный, пятикратный, без которого он действительно никуда не может. Например, пожить в отеле, в котором даже если нет сертификата халяль, он тоже может пожить. И важно создать именно эту инфраструктуру на сегодняшний день, то, что мы сейчас на сегодняшний день уже можем предоставить. Что касается туризма, на сегодняшний день еще есть определенные мотиваторы о том, что необходимо туристам нашей аудитории. То есть это мероприятие, то, ради чего человек еще и путешествует. Например, Казань форум. Явный пример, что мусульмане со всего мира приехали сюда, на мероприятие, увидев, например, эту афишу, и уже, соответственно, заселяются в отели, которые тоже требуются по нормам халяль. Это мечети, там система лояльности в каких-то ресторанах и обзоры на эти рестораны. То есть это удобное времяпрепровождение в дороге и так далее. Про умру, это тоже умра и хаж, действительно отдельная сфера, где тоже очень активно развивается. На сегодняшний день у нас в приложении тоже есть полный справочник всех возможностей, куда он может поехать, к какой компании может поехать, что он требуется. И даже вот, как бы мы сейчас получаем API, непосредственно от Саудовской Аравии, для того, чтобы пользователь в нашем приложении мог оформить визу на умру, как туристическую. Это халяль-отели, которые на сегодняшний день тоже также у нас представлены. Сейчас мы заключаем договор с компанией Халяль Букинг, которая на сегодняшний день действительно является лидером по агрегатору этих халяльных отелей, у которых есть вся информация, в том числе детская зона есть, ли там бассейн отдельный, женский есть, питание, какой сертификат полностью предоставлен. Они действительно лидеры этого рынка. Мы в свою очередь просто свою аудиторию, миллионную пользователей даем возможность выбрать из этих отелей, чтобы это было все в одном приложении. Это также халяльные туры, которые сейчас развиваются. Действительно, халяльные есть пакеты, как Сергей Евгеньевич показал, что есть там Москва плюс Казань, например. Есть гиды, которые знают историю того или иного региона с исламской точки зрения. Когда ислам пришел, как пришел, какие особенности ислама в этом регионе. То, что действительно интересно гостям, исповедующим ислам. Также мы сейчас запустили проект в Казахстане по дорожным, малейным комнатам. Такие есть сейчас в России на заправках. У нас есть с заправочными станциями договор, который предоставляет нам эти места. Буквально два месяца назад, путешествуя в Караколе, как раз таки, в Кыргызстане, катаясь на горнолыжке, на промежуточной станции, спокойно прочитал в малейной комнате, которая оборудована возле отеля Каприс, по-моему. То есть это то, что нужно мусульманам. Отдыхая так же, как все, они могут соблюдать свои обязательства. А в первую очередь это намаз. А покушать можно, и фрукты можно покушать. Но если будут, например, мясные рестораны, не только рыба, это дополнительное преимущество для мусульман. Все, большое спасибо. Спасибо, Айрат, большое. Это большая работа, конечно, мы понимаем о том, чтобы все соединять вместе, чтобы человек, который зашел и дальше посмотрел, и мог действительно составить маршрут самостоятельно и получить удовлетворение от своей поездки, чтобы он не испытывал ни с какого дискомфорта. Коллеги, хочу предоставить слово Низару Эльгандур, менеджеру по международным связям и органам по сертификации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!